Куру, на, догнал, первого догнал, второго, ох, а вот это я красавчик снял. Аж гори. Временно оккупированный Крым. Август. Окружная возле Севастополя. Военного грузовика отказывают тормоза, и он таранит колонну машины. Хоть с моста не упади. Десять человек пострадало. Один погиб. Предположительно, грузовик перевозил снаряды, и только чудом они не взорвались. Наземный транспорт, перевозящий оружие, в частности, ракеты для Черноморского флота, неоднократно становился причиной аварии, опасных для гражданских. Июль. Приграничный Белгород. Вследствие падения снарядов на город было разрушено 8 частных домов. И повреждены 3 многоэтажки. Такое ощущение, что снесло, наверное, дома 3-4. Погибло трое россиян. Четверо ранены. Российские власти утверждали, что это украинские ракеты. Но на фото видно, что это ракета из комплекса «Панцирь-С-1», который стоит на вооружении именно российской армии. Военная техника, которая таранит гражданскую. Самолеты, которые падают в городские кварталы. Ракеты, уничтожающие дома россиян. Так называемая вторая армия мира воюет не только с Украиной, но и с гражданами самой России. В нормальном цивилизованном обществе гражданский компонент всегда выше стоит над военным. В России и в других авторитарных странах все наоборот. Общая безалаберность в армии, общее наплевательское отношение к безопасности, к полетам, к поездкам. То есть, когда они находятся на территории воинской части, они там как-то стараются соблюдать правила. Но когда выезжают за пределы воинской части, мы видим массу всяких там разных происшествий. Авария-бомбардировщика Су-34 в Ельске, который вылетел для нанесения ракетного удара по Украине. Бедные люди. Пилот спокойно катапультировался вместо того, чтобы постараться увезти падающий самолет от жилых кварталов. Результат. 15 погибших, 25 пострадавших, в том числе две беременные женщины и шесть родителей. И как тут не вспомнить подобную ситуацию, но уже с украинским пилотом. 12 октября после успешного уничтожения в небе Винницы пять иранских беспилотников и двух крылатых ракет едва не погибну в результате повреждения самолета. Летчик, прежде чем катапультироваться, отвел свою падающую машину от населенного пункта. В итоге никто из мирных украинцев не пострадал. Взрыв был где-то в том районе, и осколки упали на огород, вот туда. Осколки самолета и ракеты. Крушение Су-34 в Ейске. Уже как минимум десятая небоевая потеря в российской военной авиации за неполные 8 месяцев войны в Украине. В этот раз халатность русских вояк привела к гибели обычных россиян. И как всегда государство цинично пытается откупиться от пострадавших. Посмотрим, какие там будут компенсации. Обещаю, там большие. И мне кажется, что на этом этапе могут как раз пойти такая развилка. Обещают много. Будут тянуть какое-то время с этими выплатами. Потом будут выплачивать гораздо меньше. Потому что либо передумали, либо скажут, что не так уж и сильно пострадали. В Смоленской области бронированный джип «Тигр» протаранил грузовик. Водителя большегруза и двух военных госпитализировали. Под Армавиром в Краснодарском крае оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» въехал в КАМАЗ. Пострадало 4 человека. Даже в Братской Белоруссии российские вояки подвергают опасности гражданских. 1 и 2 апреля в Гомельской области произошло 6 ДТП с участием колонн военной техники РФ. Белорусские государственные органы власти и службы пытались всячески скрыть причастность военной техники РФ к ДТП. Армия – это, по идее, это должна быть взросшенная такая, взросшенный компонент общества. То есть его нужно растить. Не просто надеть форму и заставить ходить строем. Это культура, это восприятие, это отношение к людям, которых ты защищаешь. Что мы видим в российской армии? Понабирали людей после школы, после колледжа, техническое образование. И «А что я? А что?» Мы видим, как они туалеты там воровали. С воздуха. На суше и с воды армия РФ воюет не только с украинским гражданским населением, а и со своими. В результате в ССУ помогает вся Украина. А вот россияне не особо хотят донатить тем, кто их не защищает, а наоборот время от времени калечит и даже убивает.